Субтитры создавал DimaTorzok Начинаем с последней части нашего фестиваля. Чтение у нас десять. Десять. Мы даем по восемь минут. Вот такая цифра. По семь с половиной. Субтитры создавал DimaTorzok Принято. Принято. Продано. А Харитоновские минуты как раз? Я думаю, что вы читали. А, Харитоновские минуты как раз? Кто будет читать Харитонов? Николай Николаевич. Все разумеется. Принято. Харитоновские минуты уже разверпали. На секунды. Поэтому за пять секунд скажем. Понимаете? Сирена будет? Что будет? Сирена. Сирена. Нет. Будет по вашему журналу небольшое обсуждение. Обмен мнениями, рембликами и словами. Не, после всего чтения. После каждого сета из трех или четырех человек был небольшой перерыв и начать воспринимать стихи невозможно. Мы всегда это делали начинался конференциях, конференциях, фестивалях. Наш фестиваль отчасти похож на конференцию, поэтому я оговорился. Вот. Что хорошо. Не то, что я оговорился, а то, что похож на конференцию. Вот. Ну и все. И мы начинаем. Значит, в первом сайте выступают Юрий Борисович Жарлицкий, Татьяна Вячеславовская и Дмитрий Воробьев. То есть куратор фестиваля. Приглашаю Юрий Борисович Жарлицкий. Спасибо, друзья. Я буду читать свободные стихи. И с моей точки зрения свободные стихи. И в основном приводит отношение к титературе формальных ограничений, в том понимании свободного стиха, о котором я придерживаюсь. Потому что там не должно быть ничего свободного. ни метра, ни ритмы, никаких других признаков стиха традиционного. Поэтому это очень строгие ограничения. Поэтому их очень трудно выдержать. Все время, что он пробегает. На сетеварьего ребра, который мы проводим ежегодно, постоянно попадаются люди, которые пытаются что-то протащить на сетеварьего ребра, не имеющиеся свободным стихом. Поэтому, я считаю, что некое определенное право в этих действиях я могу. Хотя, конечно, это не в основном, а в ограничении в том смысле, в котором обычно говорят. И вот, я хотел показать книгушку, которые мне с радостью, которые Игорь Иванович сделал, в том, что, конечно, у моих стихов здесь. Здесь пронесло, по-моему, брал только показания центра. Я очень рад, очень благодаря имену, вообще я организаторам сетеваря. Снижу меня подпечатать. Со временем жизнь становится все скучнее. Бесконечная безнадежная очередь обледенилась пустых цистен. На восьмом последнем пути станции до него с товарами. Не тоска даже пустота, как я писал когда-то. Пустота пустот и стулья на столах, не нужный никому свет в окне. Дальше пустота. Без имени, без семени, без племени и времени. Шутки. Розаевки – дождь. Щурится под развивающимися на лесу прозрачными дождевиками домашние цифровые фонари. Розаевки – жизнь. Нелепо горит на мосту разноцветная гирлянда, заботив с Нового года фонариков. Розаевки – смерть. Гаснут вдруг один за другим, и фонари – фонарики, залитые дождем, затутые ветром за… Сначала ты была моей дочкой. Я показал тебе мир, который ты прежде не знала и так доверчиво меня слушала. Потом стала сестрой, равным близким, самым близким человеком. Наконец, обратилась к второй маме, иногда я даже забываюсь и называю тебя именно так. Ты становишься с каждым годом взрослее и мудрее, а я отстаю и отстаю доверчиво, держась в твою руку. Поэтому твои книги никогда не будут гореть на костре. Ни один левый государственный не будет прыгать на них из первой слюной с экрана, слюной, от которой книги горят лучше, чем от бензина. Из канистры, которую держит в руках, парень в униформе, с тупым и равнодушным лицом, злобно трядающий пачку книг, сложенных в полиции. Слупи добра, всегда с таким наслаждением выкалывают глаза цвета зла. Да и самому тебе ровным исчезом ничего не угрожает, кроме необходимости пробивать очередную дедушку на брючном ремне. Разве что безразличное списание умолить тезкой без лица будет на сером продать. Потом безсрочное ожидание грудовика в темном коридоре. Сорый подвал с тузской мапочкой. Медленная, как в китайской будке, ржавая вода с потолка. Ленивые крысы запрения. Бесплатный проезд. Подсолнечное масло по льготной цене с 9,19. Бесконечный пустынный пляж в дешевом межсюзерни. Бодрая строшонка идет по вагону электрички. Белый, горький, молочный жиран. Посмотрите, это и есть запеяние. Медленная, когда тогда с Энджелу только один с черно-белым сквайтерским мальчиком на курке. Несмотря на огромный, как со сто тысячи тираж, его нужно было еще и достать. Хотя достали, кажется, все. И книга, при этом, могла оказаться зачитанной, с обтрепанными уголками до самого недавнего времени. У меня была такая. А этот, совсем новенький, разноцветный, девочка читает его, прислонив к колонии на станции метро. И никого не видит. Заживает русского мальчика, на встречу с которым она пришла. Выше скрапивы, плотники. Ловись, крылка, бананка. Хорошо. Очень хорошо. Плохого скрепого. Еще хуже чувствует себя таким заранее. Молодые, жестокие. Они просто уже не видят тебя, проходят сквозь, как через призрака, думая о чем-то своем, слушая что-то свое, смеясь и плача о своем, молодом, новом, непонятном. Но таком же смертном, подвергшем настроении, как ты и твой умирающий мир. Здравствуй, типа, племя. Сейчас мы с небольшим циклом, который называется «Тюк-Ленизле». «Марина Чаркес объяснила мне. Туринские моря все вместе будут называться «Тюк-Ленизле». Смотришь с одного из семи стамбульских холмов, посмотришь с одного из семи стамбульских холмов, увидишь, если не все, то хотя бы половину», сказала Марина Чаркес. «Здесь никогда не бывает особенно жарко. Море пробивает огромный город на сквозь, от стены до стены, от моря до моря, и еще одного моря на север, на Сирии. И все они лазурные, как написал бы поэт. Но поэты почему-то пишут здесь не стихи, а эссе, в стихах и против, о политике, о религии, о своих обидах и о своей зависти, они ничего не видят вокруг, даже на местах красавицы, глаза упертые в блокноты, и они пишут, 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 не видя ни одного моря. Конечно, поэты могут обидеть и здесь, и, может быть, будут поскольку правы, но море не обидит никого и никогда, разве что у топливника, и кто за того, как он им стал». Последний я почитаю в больших циклах посвященный комиссии испанкового поэта Эдапольда Банера, о котором, попозже вы услышите, номер в начале марта, совсем в Вьетнаме, начальный поэт. Первое. Называется, гость, я не в главе, но вот это самое последнее, звучит так, ангра и фонтекс. «Люди, несущие на себе свое время, 70-летние рокеры, 60-ти байкеры и хиппи, 50-ти панки, они движутся в равнодушной толпе, как заблудившиеся во времени динозавры, теряют рахоту, чешую, шприцы, острые голоса». Второе. Жизнь очень скоро закончится, а эти толстоногие и тетки и метро так ничего и не заметят, так и будут ржать, как старые пьяные лошади уже после войни. Третье. Как жили героизмецы? Давно вас, слава Богу, не видел. Вы ведь думаете, что еще живы? Смотритесь по утрам в зеркало, на матовые лица, собачьим дерьмом. Вечером вы лишаетесь. Рассказывайте внукам, боясь о своей молодости, учти их жизнь, забывая, что сами так и не успели сделать это. Четвертое. Младшие, и тоже уже за сорок, тоже есть что вспомнить, и не на что надеяться. Сидят в кафе, вспоминая жен и мужей, рассказывая о детях и внуках, всыпившись волками, сумки с крючами и зарплатой. Тоже уже почти мертвая. Пятая. Смерть заберет всех, и тех, и этих, и даже совсем у молодых, с голыми ногами и наглыми глазами, с колокольчиками в насаженных пупках, в желтых ботинках. оу, та и яру, рыбан, кросте, оуд, оуд, джей, как празднецовал бы, заживем до семидесятых, Андрей Герой. Спасибо.